Приветствую всех, кто присоединился к этому занятию, посвященную 3D-моделированию в программной среде Blender. На этом практическом уроке мы создадим форму книги, наложим на нее текстуру и в итоге получим результат, похожий на то, что сейчас вы видите на экранах своих мониторов. В дальнейшем на основе созданной модели, используя различные ракурсы, можно получить двухмерное изображение, которое можно будет использовать в качестве иллюстративного материала для публикации в сети интернет, а также для производства полиграфических материалов. Чтобы добиться обозначенного результата, на данном занятии мы будем использовать два приложения. Для моделирования, как уже было сказано ранее, Blender, а для подготовки текстуры, редактор изображений Крита. Оба приложения бесплатные, и их можно легко скачать из сети интернет. Первое приложение Blender доступно по адресу blender.org, вот здесь есть адрес, а второе приложение по адресу krita.org. На всех этих страницах нас интересует только одна кнопка, Download, то есть скачать. То же самое здесь, Download Blender. При переходе по этой кнопке мы сможем выбрать версию операционной системы и, в общем-то, скачать именно ту версию, которая соответствует операционной системе вашего компьютера. Есть здесь доступ и для Windows, и для Linux, и для macOS. То же самое и со страницы Krita. Есть версии для Windows, есть для Linux, и есть для OS X. Скачанные приложения легко устанавливаются стандартным образом. После установки приложений на первом этапе запускаем Blender. И немного познакомимся с ним. При запуске мы видим приветственное окно. Чтобы его убрать, наводим курсор на поле сцены и щелкаем левой кнопкой мыши. Как мы видим, в центре сцены по умолчанию помещен куб. И он сразу же выделен оранжевым контуром. Чтобы снять выделение, также щелкаем левой кнопкой мыши вне пространства объекта или в любом месте сцены. Таким же образом выделяются и остальные объекты сцены. Камера и лампа. В менеджере сцены все объекты представлены в виде списка. Каждому объекту дано имя. Чтобы выделить какой-либо объект, достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши по его имени. И объект сразу выделяется. Для того, чтобы осмотреть объект с разных ракурсов, нажимаем колесико мыши и двигаем мышкой, добиваясь необходимого вида. Приближение сцены и удаление сцены также осуществляется с помощью колесика мыши. Панорамирование сцены возможно с зажатой клавишей Shift и нажатым колесиком мыши. Вот таким вот образом. Познакомимся с интерфейсом приложения Blender более детально. Как мы уже знаем, главное окно программы это сцена, где располагаются все задействованные в работе объекты. Уже рассмотрены нами менеджеры сцены. Панель свойства. Также клавишей T можно вызвать панель инструментов. Панель работы с геометрией объекта вызывается клавишей N. Интересная особенность интерфейса программы в том, что инструменты, задействованные на определенном этапе работы над сценой, объединены в конкретной вкладке с соответствующим названием и имеют оптимальный для этого этапа работы внешний вид приложения. Пощелкав под вкладкой, мы можем в этом убедиться. Вкладка Layout, макетирование, Modeling, моделирование, Sculpting, скульптурное моделирование, UV Editing, редактирование, UV развертки, Texture Paint, раскрашивание текстуры, Shading, освещение сцены, Animation, анимация сцены, Rendering, визуализация сцены, Compositing, работа над эффектами для кинематографа, и Scripting, написание скриптов, которые автоматизируют работы приложения Blender на языке Python. В текущем занятии мы будем работать с такими вкладками, как Layout, макетирование, Modeling, моделирование, и UV Editing, редактирование, UV развертки. На этом занятии в процессе работы с объектом мы будем переключаться между двумя режимами. Object Mode, режим работы с объектом, и Edit Mode, режим редактирования объекта. Эти режимы автоматически меняются при активации вкладки Layout или Modeling. При режиме Object Mode объект можно перемещать по сцене, вызвав команду клавишей G. Или нажимая на символ Move на панели инструментов и перемещая объект за стрелочкой вдоль осей сцены. Также в режиме Object Mode можно масштабировать объект. Для этого нужно нажать клавишу S и потянуть за появившиеся ручки, которые увеличивают объект или уменьшают в зависимости от нашего желания. Также доступен вариант с поворотом. То есть нужно нажать клавишу R и, потянув за ручки, то есть двигая мышкой, повернуть объект как нам необходимо. Также можно повернуть объект вдоль определенной оси, нажав соответствующую кнопку. Если, допустим, мы выбираем ось X, то объект будет поворачиваться вдоль оси X. Если выбираем клавишу Y, объект будет поворачиваться относительно оси Y. Ну и, соответственно, оси Z. Клавиша Z вызывает команду поворота вокруг оси Z. Команду масштабирования также можно вызвать с панели инструментов, выбрав символ Scale. Появляются вот такие вот ручки, потянув за которыми, объект масштабируется, соответственно, по той оси, которую мы выбрали. Или же, если курсор помещен внутрь вот этого большого белого круга, нажав левую кнопку, можно масштабировать таким образом весь объект. Да, и выбрав, если команду Rotate с помощью вот таких вот элементов, наводя на них курсор, зажимая левую кнопку, можно, соответственно, этот объект поворачивать. Вот это наглядный такой пример, как пользоваться этими инструментами. Во время режима Edit Mode объект видоизменяется в такую сущность, как Mesh. Это такая взаимосвязанная совокупность наборов трех однотипных элементов. Вершин, Vertices, Ребер, Ages, и Граней, Faces. Меняя способ выделения меша, мы тем самым можем выделять необходимые элементы. Наглядно это можно продемонстрировать, нажав клавишу Z, тем самым вызвав меню визуального отображения сцены и выбрав режим Wireframe. Далее, меняя инструмент выделения и указывая на соответствующие элементы, мы можем выделить их для дальнейшего редактирования. Например, мы выбрали инструмент Vertex Select и тем самым можем выделять вершины. Зажав клавишу Shift можем выделить несколько вершин. Чтобы снять выделение, или же можно нажать по сцене клавишей, левой клавишей мыши, или же нажать на клавишу A два раза. Клавиша A также отвечает за выделение всего объекта. Выбирая инструмент Edge Select, мы можем тем самым выбирать ребра объекта. Ну и соответственно, через клавишу Shift мы можем выбирать несколько ребер. Ну и работает аналогичным образом инструмент Face Select, который позволяет нам выделять грани. Также выделять можно с помощью секущей рамки, которая вызывается клавишей B. Вот таким вот образом можно выделять определенную группу вершин. и также, конечно же, можно выделять и группу ребер. Несколько слов скажу о пространстве сцены и о ее проекциях. Сцена представляет из себя евклидово пространство с центром пересечения осей X, Y и Z. При классическом представлении отсчет от ноля в положительную область идет от центра вправо по оси X, от центра в глубину по оси Y и от центра вверх по оси Z. Чтобы быстро сориентироваться в сцене, помогает символ гизма. Он включается и выключается соответствующей кнопкой, расположенной в правом верхнем углу. нажимая на буквы X, Y и Z символ гизма, мы меняем тем самым проекцию сцены. Как вы видите, чтобы выйти из двухмерной проекции в трехмерную, достаточно нажать на колесико мыши и подвигать ей. Также проекцию отображения сцены можно менять с ортогональной на перспективу и обратно, нажимая клавишу 5. Ортогональная проекция перспектива. В левом верхнем углу программа подсказывает нам, в каком режиме мы находимся. Сейчас мы находимся в режиме перспектива, нажимая на клавишу 5, переключаемся в режим ортогональной проекции. Ну и назад. Итак, мы познакомились с некоторыми инструментами Blender. И теперь переходим непосредственно к моделированию формы книги. Начнем работать с объектом куб. Для этого переходим во вкладку Layout, при включенном режиме Object Mode выделяем объект, клавиши N вызываем панель справа и во вкладке Dimensions заводим значения для полей X, Y и Z. Для X мы заводим значения 2.2, для Y значения 0.4, для Z значения 2.9. Это будут ширина, глубина и высота формы нашей книги. Далее из этого прямоугольника выделим форму обложки книги и листового блока. Перейдем в режим Edit Mode кликнув по вкладке Modeling. Для начала воспользуемся инструментом Loop Cut на панели слева. Далее подводим курсор к середине ребра и зажатой левой клавишей мыши мы перетаскиваем петлю в сторону края грани. Вводим с клавиатуры значение 0.75 и подтверждаем ввод команды нажав клавишу Enter. Тут уместно сказать, что значение начинается с нуля с места появления петли и до единицы где заканчивается грань. И от нуля до минус единицы с другой стороны ребра. Построим аналогичным образом петлю с противоположной стороны ребра введя с клавиатуры отрицательное значение минус 0.75 и нажав клавишу Enter. Далее поместим еще одну петлю но перпендикулярно уже построенным со значением 0.95 используем подобные операции для того чтобы получить результат какой мы сейчас с вами видим на экране мониторов подобным образом мы разбили поверхность нашего объекта на составные части они помогут нам в дальнейшей работе для формирования формы нашей книги идем дальше воспользуемся командой face select выбрать грань и отметим две области расположенные сверху нашего объекта через shift затем на панели слева выберем инструмент который называется extra triggen выдавить область и применим его к нашей выделенной области для этого потянем за появившуюся ручку так чтобы изменившееся местоположение грани сравнялось с петлей которую мы построили ранее и отпускаем клавишу далее мы выбираем инструмент select box выбираем оставшиеся ребра грани и нажимаем клавишу delete и здесь в выпадающей вкладке выбираем faces удалилась только одна часть передняя а еще осталась у нас вторая часть которая внутренняя является также ее выделяем нажимаем клавишу delete выбираем faces и окончательно удаляем ненужные нам грани подобным образом с помощью инструментов face select и extrude region изменяем форму нашего объекта с двух других сторон дополн но ненужные твое Продолжение следует... Продолжение следует... Растворить... Ребра... Переводятся... Или же... Также... Сначала выделить... И... Нажать правую кнопку мыши... И также... В выпадающем списке... Выбрать... Команду... Dissolve Ages... Таким образом... Мы удаляем все ненужные нам линии... В итоге... У нас должен получиться... Вот такой вот результат... Где... Вся поверхность нашего объекта... Очищена... От... Ненужных нам линий... И остается еще... Буквально... Пару штрихов сделать... То есть... Мы выбираем... Инструмент... Knife... Нож... Выбираем режим выделения... Vertex Select... Это значит... У нас будет выделяться... Вершины... И... Эти вершины... Отмечаем этим инструментом... Сначала одну точку... Ведем линию... Затем вторую точку... И нажимаем клавишу Enter... То же самое делаем... С другой стороной... Первую точку выделяем... Тянем линию... Выделяем вторую точку... Нажимаем Enter... И таким вот образом... Мы разделяем... Нашу грань на три части... Проделаем то же самое... С нижней стороной... Нашей книги... Форма нашей книги... Первая точка... Вторая точка... Enter... Еще раз... Первая точка... Вторая точка... Снова Enter... Таким вот образом... Мы... Подготовили... Нашу форму... Поверхность нашей формы... К следующему этапу работы... Который будет связан... С созданием... Развертки... И наложением на эту развертку... Текстуры... Чтобы получить... В дальнейшем... Искомы результаты... Следующий этап нашей работы... Будет связан с разверткой... Поверхности объекта... Для этого... Перейдем во вкладку... UV-Editing... Как мы видим... Добавилось еще одно поле... В котором мы будем... Работать с нашей разверткой... Сначала проведем... Следующую операцию... В режиме... Edit Mode... Выбираем режим выделения... Edge Select... И отмечаем... Ребра на объекте... Вот таким вот образом... Внутри... Нашего... Объекта... Всего нужно будет выделить... Восемь ребер... Ребра выделяем... С помощью клавиши... Shift... Таким образом мы... Выделили все наши... Восемь ребер... После того как мы отметили... Все необходимые ребра... Щелкаем правой кнопкой мыши... И ищем команду... MarkSim... Приводится как... Отметить шов... Выбираем эту команду... И наши ребра подсвечиваются... Красным цветом... Перед тем как развернуть поверхность... Сначала приведем... Измененные грани... Относительно изначально созданного куба... К единому знаменателю... То есть к единице... То что они... Различные... В этом можно убедиться... Следующим образом... Переходим в режим... Object Mode... Клавиши N... Вызываем панель справа... И во вкладке... Scale... Масштаб... Видим... Что значения... Напротив... X, Y и Z... Различные... Чтобы это исправить... Нужно вызвать... Команду... Object... Apply... И Scale... Теперь эти значения... Все равны единице... Далее... Возвращаемся в режим... Edit Mode... Клавишей A... Выделяем весь объект... Затем на панели... Свойств... Ищем вкладку... Object Data Properties... Раскрываем ее... И... Выбираем... Категорию... UV Maps... Здесь у нас... В списке... Осталась... Развертка... От... Куба... Который... Был изначально... Сгенерирован... Программой... Вот... Мы слева можем... Эту развертку... Видеть... И нажимая на минус... Мы эту... Развертку... Удаляем... Затем... Нажимаем... Клавишу... И... В выпадающем списке... Находим команду... Smart UV Project... И... Затем нажимаем... ОК... Теперь... В левом окне... Мы видим... Как все грани... Нашей формы... Разобрались... И... Разместились... В пространстве... UV Развертки... Дальнейшая работа... Сводится... К оптимальному... Расположению... Грани... Относительно... Друг друга... Включим режим... UV Selection... А также... Включим режим... Face... Select... И убедимся... Что синхронизация... Между окнами работает... Если мы будем... Выделять... Отдельные грани... В левом окне... То... Эти грани... Также... Подсвечиваются... И в правом окне... Определим... Какие грани... Соприкасаются между собой... Соприкасы... Начнем... С самых больших... Мы нашли... Первую грань... Далее... Вторую... И... Торец... Между этими... Большими... Гранями... Также... Располагается... Рядом... Перемещаем... Эти грани... Немножко... В сторону... Это мы сделаем... Для удобства работы... Воспользуемся инструментом... Move... На панели... Расположенной... Слева... Переместим сюда... Затем... Наш... Торец... Обложки... И... Чтобы определить... Правильно ли мы... Их расположили... Выберем инструмент... Выделение... Edge Select... И... Проверим... Наши... Ребра... Я... Выделяю... Первое... И... Можно обратить... Внимание... Что... Эти... Ребра... Подсвечиваются... У... Граней... С... Правой... Стороны... А нам нужно... Так... Чтобы эти... Ребра... Располагались... Рядом... Так... Как... Соседние... Грани... Должны... Этими... Ребрами... Сприкасаться... Теперь... Нам нужно... Грань... Которая... Располагается... Справа... Повернуть... На... 180 градусов... Чтобы... Вот... Эти... Подсвеченные... Ребра... Выберем... Инструмент... Face Select... Выделим... Наше... Ребро... Нажмем... Нашу... Нашу... Грань... На... 180 градусов... Введем... С клавиатуры... Цифры... 180... Нажмем... Enter... Проверим... Все... Верно... Наши... Ребра... Соответствуют... Своему... Местоположению... Теперь... Проверим... Правильно... Располагается... Грани... Расположенная... Слева... Можно... Щелкнуть... По... Ребру... Проверить... И... Мы видим... Что... Расположенная... Ребра... Слева... Своих... Плоскостей... И... Нам... Нужно... Эту... Большую... Левую... Плоскость... Развернуть... На... 180 градусов... Выбираем... Инструмент... Выделение... Face Select... Выделяем... Нашу... Грань... И... Поворачиваем... Выбирая... Команду... Rotate... Нажимаем... Клавишу... R... Можно... Также... Не... Вводить... Цифры... На... Клавишу... Control... Таким... образом... Поворот... Осуществляется... Такими... Фиксированными... Интервалами... И... Таким образом... Можно... Добиться... Точного... Поворота... Отпускаем... Щелкаем... Левой... Кнопкой... Мыши... Тем... Самым... Подтверждаем... Наш... Поворот... Проверяем... H... Select... И... Мы... Добились... Того... Что... И... В общем-то... Задумывали... Подобным... Образом... Разместим... Остальные... Наши... Грани... И... Разместим... И... Соответствующие... Места... Проверим... Все верно... Но... Нужно... Эта... Вот... Грань... Размернуть... На 180 градусов... Выделяю... Команда... Р... Вложу... С клавиатуры... 180... И... Помещаю... Грань... В... Нужное... Место... Немного... Поправим... Вот... Таким образом... Мы... Сможем... Поместить... Нужное... Место... И... Остальные... Грани... Продолжаем... Работать... С... Элементами... Нашей... Развертки... Определяем... Где... Находятся... Необходимые... Нам... Элементы... Вот... Я... Сейчас... Выделяю... Объект... Сверху... Нашей... Формы... И... Нахожу... И... Проверяем... Правильно... Мы... Расположили... Да... Все... Верно... Единственное... Только... Немного... Переместим... Этот... Объект... Ближе... К... Желаемому... Месту... Таким же... Образом... Переместим... Похожий... На... Только что... Перемещенный... Объект... В нижнюю... Часть... Нашего... В... В местоположении... Так... Ну... Здесь... Явно... Что... Его нужно развернуть... Посмотрим... Совершенно верно... Выделяем... Вызываем... Нажимаем клавишу R... Вызываем команду... Rotation... Ближе... И... Вводим... Из клавиатуры... Цифры... 180... Подтверждаем... Все... Отлично... Помещаем... Объект... Ближе... С другими объектами... Осуществляется... Те же манипуляции... Что и с предыдущими... Выбираем... Элемент... Определяем... Где... Он должен... Находиться... И... Перемещаем... Соответствующим образом... Разворачиваем... И... Размещаем... Ближе... Так же и с остальными... Как видно этот объект нужно развернуть... С помощью клавиши... Control... Добиваемся... Точного поворота... То же самое и с остальными... Поворачиваем... Сначала выделим... Клавиша R... И... Поворачиваем... Нужное место... То же самое и с этим элементом... Поворачиваем... Поворачиваем... Помещаем... Нужное место... Итак... Мы поместили... Все элементы... Соответствующие... Нашей развертки... В необходимые... Им места... И... Далее... Нужно убедиться... Чтобы... Все они... Располагались... Внутри... Развертки... Вот этого... Квадрата... UV плоскости... Вызовем... Команду... B... Секущая плоскость... Выделим... Все наши элементы... И... Поместим... Внутрь... Этой... UV плоскости... Таким образом... Мы закончили... Формировать... Нашу развертку... Теперь... Наша... UV развертка... Готова... Для дальнейшей работы... В графическом редакторе... Нажмем клавишу... А... Тем самым... Выделим... Наш объект... И... Нашу развертку... Вызовем... Команду... UV... Export UV Layout... И... Видим... Что здесь... Появился... Менеджер... Который... В общем-то... Задаст... Путь... Где мы будем... Сохранять... Развертку... Я выбираю... Папку... Где буду... Сохранять... Определяю... Имя... Белинкбук... Лайаут... И... Проверяю... Формат... Формат должен быть... PNG... Это... Для нас... Потому что... Он включает в себя... Альфа-канал... Который... Привносит... В файл... Прозрачность... И... Проверяем... Размер... Все остальное... В общем-то... Оставляем... По умолчанию... Нажимаем... Кнопку... Export UV Layout... Проверяем... 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 Что у нас получилось... В итоге... Мы видим... Что файл сформировался... Открываем... В просмотрщике... Все... Все... У нас получилось... Отлично... Следующий этап нашей работы связан с подготовкой текстуры книги... Для этого нам понадобится графический редактор Крита... Запускаем его... Ждем загрузки... На самом деле можно воспользоваться любым другим графическим редактором... Способным работать с файлами формата PNG... И имеющий функцию работы со слоями... Открываем наш файл... Развертки... Подготовленный нами ранее в Blender... И развернем наш редактор... Суть работы в редакторе заключается в том... Чтобы разместить изображение частей обложки и книги... Относительно элементов развертки... Уже загруженные нами в редактор... Часть обложки уже готовы... Но можно при желании воспользоваться и другими... Открываем папку где они находятся... И выбираем первый файл... Открываем его... В данный момент в редакторе открыты два файла... Изображение лица обложки... И развертка... Копируем слой... Обложки и помещаем его... В окно... Развертки... Назовем этот слой... Обложка 1... А слой с разверткой назовем... Шаблон... В редакторе слоев... Переместим слой обложки... Ниже слоя шаблона... Выделим его с помощью инструмента... Трансформация слоя... И передвинем его в необходимое место... И скорректируем его размер... Нажимая на клавишу shift... И двигая за верхнюю правую ручку... Меняем размер... И немного скорректируем... Аналогичным образом открываем следующий файл... Копируем слой... Помещаем в окно с разверткой... Далее воспользуемся инструментом... Трансформация слоя... Перемещаем его... В нужное нам место... С помощью клавиши shift и правой верхней ручки... Меняем его размер... И корректируем немного... Назовем слой обложка 2... Теперь сохраним наш проект... Назовем его... Белинка... Бук... Текстура... Сохранить... Здесь окно менеджера появляется... Здесь можно ничего не менять... И нажать клавишу ok... Продолжим помещать элементы обложки в окно развертки... Уже знакомые там команды файл... Открыть... Выбрать файл... Здесь скопируем слой... Открываем окно развертки... И поместить слой... Назовем этот слой... Обложка 3... И так же команды... Трансформация слоя... Помещаем этот слой... Выделяем сначала... И помещаем его в соответствующее место... А находиться он будет у нас вот здесь... Это будет загиб нашей обложки... И меняем размер... Отлично... Все получилось... Аналогичным образом размещаем остальные элементы нашей обложки... Команда файл... Открыть... Выбираем файл... Копируем слой... Открываем окно с разверткой... Команда вставить слой... И меняем имя слоя... Обложка 4... И помещаем с помощью команды... Трансформировать слой... В желаемое место... Увеличивать и уменьшать изображение можно колесиком мыши... Для точного расположения нашего элемента... Также... С помощью клавиши shift меняем... Размер... Элемента... Если элемент... Немного не подходит... Можно его слегка трансформировать... В этом ничего нет страшного... Мы разместили все элементы нашей обложки... Находящиеся в папке... Предназначенные для работы... С текстурой... И теперь еще нам осталось заполнить... Пространство... Элементов шаблона... Сверху... В лицевой обложке... И снизу... Как мы это сделаем... Сначала создадим новый слой... Традиционно назовем его обложка... 11... И далее... Воспользуемся инструментом... Прямоугольное выделение... Построим вот такую вот... Такую секущую рамку... Теперь на время выключим наш шаблон... Нажмем на символ глаза... И... Заполним цветом... Который возьмем... Как образец... С нижней рамки... Для этого... Воспользуемся инструментом... Выбор цвета... Щелкнем по полю... И затем... Выбираем инструмент... Заливка... И теперь... Щелкнем... Левой кнопкой мыши... Внутри нашей секущей рамки... Тем самым... Залив... Этим цветом... Это пространство... Удаляем рамку... Выбираем команду... Выделение... И... Выбираем команду... Снять выделение... Затем... Включаем наш шаблон... Наш шаблон... Заполнился... Аналогичным цветом... Как в предыдущем примере... Заливаем цветом... Шаблоны... Расположенные... Сверху... Нашей лицевой обложки... И снизу... Снизу... Цвет... Будет... Взят... С этого места... Темного оттенка... И будет использоваться... Также... Внутри элемента... Нашего шаблона... Таким образом... Мы закончили работать... С подготовкой... Нашей текстуры... Единственное... Что нам осталось... Это... Удалить... Наш шаблон... Из... Нашего файла... Рабочего... И... Объединить слои... Можно... С помощью команды... Слой... И... Выбрав... Сведение... Изображение... Как мы видим... Все слои... Уединились в один... И... Важно то... Что... Прозрачность... Которая... Задается... С помощью... Альфа-канала... Она... Осталась... В нашем шаблоне... Что для нас... Очень важно... Далее... Мы... Этот... Файл... Сохраним... Зададим... ММПУТЬ... Зададим... Имя... Обязательно... Выберем... Формат файла... PNG... И... Нажмем... Клавишу... Сохранить... Здесь... В менеджере... Если у кого-то стоит... Вот... Полоска... То... Желательно... Все-таки... Убрать... Ее... Влево... Чтобы... Файл... Сохранился... Без... Потерь... И... Нажимаем... ОК... Вновь... Откроем... Наш... Рабочий... Файл... В Блендер... Теперь... Мы присвоим... Объекту... Материал... Для этого... Выделим его... Нажимаем... Клавишу... А... И... Откроем... Вкладку... Которая... Называется... На панели... Свойств... Справа... Материал... Здесь... Мы... Назовем... Наш... Материал... Который... Мы сейчас... В данный момент... Создаем... Назовем... Его... Как... Например... Текстура... Книги... И... Далее... Откроем... Дополнительное... Окно... Для этого... Подведем... Курсор... Вот... К этому... Месту... Верхний... Правый... Угол... Левого... Окна... До появления... Символа... Плюс... И... Теперь... Зажимаем... Левую кнопку... Мыши... И... Тянем... Мышкой... Вот эту... Полосу... Отпускаем... И... Здесь... Нам нужно... Теперь... Это... Окно... Верхнее... Перевести... В... Шейдер... Мод... Включаем... Щелкаем... По символу... Находящемуся... Сверху... Слева... Ищем... Здесь... Команду... Шейдер... Эдитер... Шейдер... Эдитер... Нажимаем... Появляется... Вот такое вот... Окно... Панель справа... Можно скрыть... Нажав на клавишу N... Здесь... Мы видим... Так называемые... Ноды... Это такие... Функциональные блоки... Которые описывают... Какое-то... Или действие... Или объект... Или какое-то событие... Ну... Попозже немножечко я... Объясню... Как они работают... Выделение объекта... Можно снять... Щелкнем для этого... Левой кнопкой мыши... По... Сцене... И теперь... Мы... Будем работать... С окном... Которое... Расположено... Сверху... Слева... Сочетание клавиш... Shift-A... Нажимаем... Вызываем тем самым... Панель... Находим здесь команду... Texture... И здесь... Команду... Image Texture... Появляется... Новый нод... Щелкаем по полю... Тем самым... Закрепляя этот нод... В двух словах... Скажу... Что такое ноды... Здесь... Вот... Третий по порядку... Нод называется... Material Output... Он отвечает за то... Что... В итоге... Отображается... На поверхности... Нашего объекта... Далее... Второй нод... Наш называется... BSDF... Это нод... Который формирует... Цвет... Здесь очень много... Разных настроек... И... Этот нод... Посылает... Информацию... Поток информации... С данными... В нод... Material Output... Который... Этот цвет... И как раз... И отображает... Вот... А нод... Image Texture... Отвечает... За то... Что... Мы... Вместо цвета... Ноду... BSDF... Пересылаем... Информацию... О текстуре... Таким образом... Информация... От... Image Texture... Поступает... В нод... BSDF... А затем... В Material Output... Тем самым... Формируя... Давайте... Теперь... Загрузим... Нашу... Текстуру... Которую... Мы создали... В редакторе... Крита... В наш... Новый нод... Image Texture... Нажимаем... Кнопку... Open Image... Выбираем... Здесь... Нашу... Текстуру... Нажимаем... Кнопку... Open Image... Вот... Она... Подгрузилась... В Blender... Мы ее видим... И... Теперь... Мы соединим... Оба наших нода... Линией... Между вот этими двумя желтыми точками... Для этого нужно навести курсор... Нажать левую кнопку мыши... И потянуть мышкой... До того момента... Чтобы... Эта линия соединилась... И клавишу можно отпустить... У нас пока ничего не произошло... Потому что... У нас режим... Просмотра нашего объекта... Немножко другой... Нам нужно... На панели справа сверху... Выбрать... Вот... Вот этот вот... Символ... Указать на него... Называется он... Viewport Shading... Указываем... И все... Мы видим... Что наша текстура... Поместилась... На наш объект... Вот таким вот образом... Теперь у нас есть модель книги... На нее наложены текстуры... И... Например... Мы хотели бы... Получить двухмерное изображение... Для дальнейшего использования... В качестве иллюстрации... Воспользуемся такой функцией приложения... Как рендеринг... То есть визуализация... Переходим во вкладку... Render Properties... Свойства визуализации... В качестве Render Engine... Движка рендера... Выбираем Cycles... Меняем... Значение Sampling... Рендер... Со 128 на 256... Здесь чем выше значение... Тем выше качество изображения... Затем мы настраиваем камеру... Для этого переходим... Во вкладку... Modeling... Здесь нам важен режим... Object Mode... Выбираем... Камеру... Здесь у нас появляется... На панели свойств... Символ камеры... Открываем... Эту вкладку... И чтобы посмотреть... Что проецируется... В нашу камеру... Нажимаем клавишу 0... Внутри вот этой рамки... Будет непосредственно... Визуализироваться... То изображение... Которое... Попадет в нее... Сейчас... В общем-то... Это изображение... Не настроено... Давайте откроем... Панель свойств... Справа... Нажимаем клавишу N... И здесь... С помощью... Таких вот... Манипуляций... Можно... Настроить... Изображение... Которое... Мы хотели бы получить... В итоге... Я здесь... Rotation... Ставлю... Значение 0... Чтобы не было... Поворотов... Дальше... Значение Z... Немножечко... Смещаем... По центру... X... Наверх... Помещаем... Изображение... Location... То же самое... Можно немножечко... Этот объект... Даже... Приблизить... Слегка... В общем... Такие вот манипуляции... Позволяют нам... Добиться... Желаемого... Результата... Для более точной... Настройки... Можно... Скорректировать... Значение... Focal Length... Немного... Увеличить... Его... И... Еще... Раскрыть... Вкладку... Viewport Display... Здесь... Воспользоваться... Вкладкой... Composition Guides... И... Отметить... Центр... И... Отверт... Третий... Тем самым... Экран... Поделился... Линиями... Позволяющими... Скорректировать... Местоположение... Объекта... В кадре... Далее... Можно... Перейти... Во вкладку... Outputs... И... Здесь... Отметить... Галочкой... Значение... Render Engine... И... Потянуть... За... Правый край... И... Потянуть... За левый край... Тем самым... Мы... Кадрируем... Наше... Изображение... Именно... То... Изображение... Которое... Попадает... Внутрь... Наших... Вот... Этих... Рамок... Будет... В итоге... Выведено... И... Сохранено... В виде... Файла... Изображения... Значение... Размеров... Икс... Игрек... Я оставлю... В этой панели... Без изменения... И... Формат... Файла... Можно... Изменить... На... JPEG... Следующим этапом... Нам нужно настроить... Каким будет... Фон... У... Нашего... Изображения... За... Книгой... И... Для этого... Перейдем... По вкладке... World Properties... Здесь... Нас интересует... Вот... Это... Поле... Surface... Напротив... Вот... Surface... Есть... Значение... Background... Здесь... На самом деле... Можно выбрать... Очень много... Различных... Так называемых... Шейдеров... Которые... Могут... Изменить... Фон... Очень... По-разному... Ну... Мы оставим... Background... И... Скорректируем... Значение... Color... Цвет... Здесь... Я... Собираюсь... Сделать... Фон... Серым... Таким... Нейтральным... Чтобы подчеркнуть... Цвет... Обложки... И... Чтобы... В общем-то... Было... Наглядно... Показано... Как... Можно... Очень... Просто... Настраивать... Фон... Ну... Оставлю... Примерно... Вот... Такое... Вот... Дальше... Еще... Здесь... Есть... Такая... Вкладка... Ambient... Аклёжен... И... Щелкнув... По... Поставив... Галочку... Процесс... Настройки... Визуализации... Нашего... Изображения... Практически... Завершен... Но... Остался... Последний пункт... Это... Освещенность... Сцены... Для этого... Нам... Надо... Вернуться... К... Режиму... Просмотра... Нажимаем... На клавишу... Ноль... И... Здесь... Выбираем... Объект... Лампа... В категории... Лайт... Выбираем... Вкладку... Сан... Это... У нас... Функция... Солнца... То есть... Освещение... Сцена... Будет... Симулироваться... Как... Солнечное... Освещение... И... Направим... Луч... Который... В сторону... Нашей обложки... Нажмем... Клавишу... И... Переместим... Наш... Объект... Например... Вот... Сюда... Так... Камера... У нас расположена справа... И... Взгляд камеры... Направлен на объект... Вот... С правой части... Сцены... Поместим... Наше солнце... Вот... В левую часть... И... Развернем... Направление лучей... В сторону... Нашей обложки... Посмотрим... Что у нас получилось... В общем-то... Неплохо... Единственное... Чуть-чуть... Мы скорректируем наш луч... Можно еще немного... Сместить... Но... В целом... Можно оставить как есть... Давайте теперь посмотрим... Что у нас получилось... И... Убедимся... Как воспринимает наша камера... Объекты сцены... Снимем выделение... С объекта... Солнце... Нажимаем... Нажмем на клавишу... Ноль... И... Чтобы... Точнее... Убедиться... Что у нас получается... Включим режим просмотра... Рендерд... Вот... Как мы видим... Солнечные лучи... Освещают нашу обложку... И... Довольно интенсивно... И... Для того... Чтобы все-таки... Настроить более реалистично... Давайте поменяем значение... Straight... Сила освещенности... С 1000... Мы... Сделаем 10... Тоже намного лучше... Но... Я попробую еще... Значение 1... Вот так... Значительно лучше... И... Наверное... Можно оставить... Следующее... Что нам необходимо сделать... Это... Начать... Просчет... Нашей сцены... Для этого... В меню... Выбираем... Рендер... И... Запускаем... Команду... Рендеримидж... Тем самым... Мы запустили... Просчет... Нашей сцены... И... Начали формировать... Наше двухмерное изображение... Это... Займет... Какое-то время... И... Необходимо... Просто... Подождать... Как вы видите... Процесс завершен... И... Результат... Нашей работы... Можно сохранить... Выбираем... Имидж... Запускаем... Команду... Save As... В менеджере... Определяем... Путь... Где мы будем... Сохранять наш файл... Называем его... И... Определяем... Формат... Файла... Я ставлю... JPEG... И... Нажимаю... Кнопку... Save As Image... Проверим... Наше изображение... Что у нас получилось... Для этого... Откроем... Папку... Где она у нас находится... И... Откроем... Изображение... В просмотрщике... Как мы видим... Изначально... У нас... Были заданы... Размеры... Горизонтальные... И... Рендер... Сформировал... Вот такие вот... Черные... Полосы... Слева и справа... Но... Все... Это... Можно... Удалить... В обычном... Редакторе... Изображений... Таким... Как... Крита... Или же... Фотошоп... И... После обработки... В графическом... Редакторе... Посмотрим... На наш... Результат... Вот... Что... В итоге... У нас... Получилось... По-моему... Очень... Неплохо... Редактор... Корректор... 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 Корректор...